Здрасте, милые ребята, пионеры октябрята, мои старые друзья. Чёрту, Кузнец Вакула был противнее проповеди отца Кондрата. В досужий отдел время Кузнец занимался малеванием. На вопрос, какой фильм можно назвать самым новогодним и рождественским, большинство тут же перечислит название нескольких американских кинокартин. Кто-то упомянет иронию судьбы, но этот фильм именно новогодний. Для многих людей, рождённых в СССР, самым рождественским фильмом был и остаётся фильм-сказка «Вечера на хуторе Блездиканьки», которую в далёком 1961 году снял режиссёр-сказочник Александр Роу. Премьера фильма состоялась 8 января 1962 года, так что шедевр Роу этой зимой отмечает своё 62-летие. В этом видео я расскажу историю съёмок фильма, который является экранизацией повести гениального писателя Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Начать нужно с Александра Роу, режиссёра, который за свою жизнь снял 16 фильмов и 14 из них – это сказки. За такую верность жанру ему назвали первым сказочником страны. Роу – создатель знаменитых фильмов «Морозко», «Почтючему велению», «Кощей бессмертный», «Королевство кривых зеркал». Его новаторские спецэффекты – все эти самодвижущиеся печи, драконы, избы на курьих ножках, бегущие ведра и полёты по небу – оценили даже в Голливуде. Стивен Спилберг назвал советского режиссёра-сказочника самостоятельным культурным явлением, которое никому ещё повторить не удалось. Вот вечерами на хуторе Близди Каньки Роу тоже удивил мир. В фильме есть всё, что могло поразить зрителя в 1961 году – комбинированные съёмки, спецэффекты, сочетание игровых эпизодов с анимацией, что было определённой революцией в кино для того времени. Этот фильм – сказка, второе обращение режиссёра к текстам Гоголя. До этого, в 1952 году, он снял фильм «Майская ночь» или «Утопленница», причём в стереоформате, который в середине 20 века имитировал на экране формат 3D. Понятное дело, в Госкино СССР против идей экранизации Гоголевской «Ночи перед Рождеством» чиновники ополчились. Какое Рождество в советской действительности, где люди празднуют исключительно Новый год? Тут уже пропагандой религии попахивает. Но Александр Артурович, на тот момент, снявший уже десяток картин, был калач тёртый и просто переименовал в заявке название фильма «На вечера на хуторе Близди Каньки» и «На нашу удачу» прокатило. В результате у Роу получился шедевр, со временем ставший классикой советского кино. И вот уже шесть десятков лет люди на Рождество и Новый год смотрят фильм, в котором звучат колядки и щедривки, и в котором ярко изображены наши рождественские обычаи. Многие по сей день уверены, что фильм снимали на Полтавщине. Настолько родными выглядят в кадре сельские хаты под соломой. Александр Роу так и предполагал сделать – снимать фильм в Украине. Однако съёмочный процесс стартовал весной, а в это время мечтать о хорошем снеге в Диканьке не приходилось. И тогда решено было снимать украинское Рождество на крайнем севере России, а точнее на Кольском полуострове. Там даже в мае были подходящие искрящиеся сугробы, только местами чёрные. Такой цвет обеспечивал снегу химзаводы, находящегося в этом районе города Апатит. В результате за Северным полярным кругом декораторы выстроили декорации целой украинской деревни. Получилось очень похоже. Хотя то, что это не Украина, очень заметно по плетённому тыну. Если приглядеться, то заборы в кадре выглядят неаккуратно. Он низенький, хлипкий и лохматый, потому что сделан не из лозы, а из каких-то веток. Какая уж там лоза в тундре-то? Зато снег в кадре идеальный, рождественский. Лица в массовке тоже выдают не полтавское происхождение фильма. Дело в том, что массовку всех этих калядующих и поющих пару, каких девчат набирали из северян. Жители посёлка 13-й километр, где обитали преимущественно рабочие горняки их семьи. Очень забавно наблюдать, как массовка открывает рот под фонограмму, щедривки на неведомом им языке, очень часто просто не попадая в такт. Главную героиню Оксану искали очень долго. Пересмотрели несколько тысяч кандидатур. Основной претенденткой на роль Оксаны была певица Юлия Пашковская, супруга известного украинского артиста эстрады Юрия Тимошенко, некогда сыгравшего Тарапуньку. Да и сам Тимошенко пробовался в этот фильм на роль Дьяка. Но когда Александр Роу увидел в коридоре киностудии имени Довженко девятнадцатилетнюю студентку театральной студии при театре имени Франка Людмилу Мознякову, то тут же понял, что другой актрисы ему не надо. «Так вот же она наша Оксана», – сказал Роу своей помощнице. И все было решено. Ученица легендарной актрисы Натальи Ужвей Мознякова идеально сыграла капризную и самовлюбленную дочь богатого казака Чуба. Помните, как Оксана засматривается на себя в зеркало и шепчет «Чудо, как я хороша!» «Хороша я! Ой, как хороша! Чудо!» Актриса позже с улыбкой вспоминала, что в девятнадцать лет она была очень похожа на свою героиню. Когда шла по Крещатику, то во всех витринах любовалась своим отражением. В ее наивный синеглазый взгляд после премьеры фильма влюбилась вся многомиллионная страна. К сожалению, актерская карьера Людмилы Мозняковой ограничилась практически одной ролью. После съемок она вернулась в Киев и пошла в университет имени Шевченко учиться на филолога. Пока училась, от всех приглашений сниматься в кино отказывалась, а когда окончила институт, приглашать уже перестали. Постаревшую Людмилу Мознякову можно увидеть в нескольких сезонах сериала «Возвращение Мухтара». Но это все сплошь эпизоды. Актриса всю жизнь прожила в Киеве и недавно отметила свое 83-летие. А вот с поисками Солохи все было просто. Александр Роу в роли ведьмы видел только красавицу Людмилу Хитяеву. Он говорил, что Хитяева – идеальная ведьма, потому что у нее чертики в глазах. Режиссера не останавливал даже тот факт, что перед съемками актриса, катаясь на лыжах, врезалась в дерево и сломала нос. Роу терпеливо ждал ее выздоровления и очень обрадовался, что на носу у Хитяева и после травмы образовалась сексуальная горбинка. Сама же актриса считала, что травма – это наказание за роль ведьмы, но при этом играла ее с огромным вдохновением. И, к слову, если говорить о секретах фильма, то в сцене, где Солоха летает в Поднебесье на метле и собирает звезды, на самом деле она снимает с темной ткани, имитирующей ночное небо, елочные игрушки. Упертого и влюбленного кузнеца Вакулу сыграл студент Киевского театрального института Юрий Тавров. Людмила Музыкина позже вспоминала, что с Юрием Тавровым у нее дружба на съемках не сложилась, потому что он, вне площадки, был слишком замкнутый. «Мне очень тяжело было играть с Тавровым любовь», признавалась исполнительница роли Оксаны. Как и у Музниковой, у Юрия Таврова тоже актерская карьера не задалась. Он сыграл всего в семи фильмах и по сей день считается одним из самых недооцененных советским кинематографом актеров. У него были серьезные проблемы с алкоголем. И, вероятнее всего, именно это стало причиной того, что у актера не сложилась ни творческая, ни личная жизнь. Перед смертью он практически ослеп и потерял слух. Тавров умер в 2000 году в Одессе, а в последние годы жизни работал маляром в Одесской академии строительства. Интересно, что сцену встречи казаков и вакулы с императрицей снимали в Эрмитаже. Актрисе Зоя Чакулаевой, игравшей роль Екатерины Второй, даже разрешили примерить оригинальное платье царицы из запасников музея. Но они не подошли ей ни по росту, ни по размеру. Людмила Мазнякова вспоминала, что черевички, которые Екатерина вручила в Акуле, были действительно хрустальными. Их можно было надеть на ноги. Но ходить в них было просто невозможно. Роль черта в картине исполнил мастер характерных ролей актер Георгий Миллер. Сам Александр Роу считал Миллера своим талисманом и снял в большинстве своих сказок. Он играл у Роу и Бабу Ягу 8 разных вариантов. И Кащея Бессмертного, и Чудище Морское. Говорят, прежде чем сыграть черта, Георгий Францевич ходил по церквям, рассматривал фрески с изображением нечистой силы, искал характер. Очевидцы вспоминали, что каждый раз, влезая в костюм черта, Георгий Францевич говорил, глядя в небеса, «Господи, прости меня за это хулиганство». На съемках вечеров на хуторе Миллеру было гораздо тяжелее, чем другим актерам. Поскольку на 30-ти градусном морозе ему приходилось играть практически раздетым. Дело в том, что актер отказался от теплого, сшитого специально для него, мехового костюма. Он опасался, что движения его персонажа в объемной одежде будут плохо видны. Поэтому черт имел в качестве одежды лишь легкое трикотажное трико с пришитой сверху паклей, которая имитировала шерсть. Актер постоянно жаловался, что снежинки впиваются ему в тело. При этом он безропотно закапывался в снег и выдерживал снежную бурю, которую создавали мощные ветродуи. Сцену, когда черт прыгает в прорубь, после того, как его поучил лозиной в акула, снимали на настоящей речке, в лютый мороз. Актер выдержал всего два дубля, но после каждого его закутывали в тулуп и отпаивали водкой. Летать по небу Миллеру в его 58 лет тоже пришлось самостоятельно. Просто актер цирка, который должен был сниматься в качестве дублера, в момент съемок заболел, и все полеты Георгию Францевичу пришлось осуществлять самому. Впрочем, актер всегда предпочитал самостоятельно выполнять все трюки в фильмах. Многих по сей день впечатляет сцена, когда в акула приходит к узлатому потюку, казаку-характернику, который мог управлять варениками и сметаной. В фильме его блестяще играет украинский актер Николай Яковченко. Как мы помним, по сюжету капризная Оксана потребовала достать ей черевички, такие, что сама царица носит. В акула же в попытке решить вопрос собрался обратиться за помощью к нечистой силе и не придумал ничего другого, как пойти к местному знахару. Потюк удивил в акулу способом поедания вареников, а на вопрос, где ему бедному искать черта, отправил на улицу словами «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами». Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. Черт, как мы помним, действительно оказался именно там. Удивительный способ Потюка есть вареники без рук это эффект обратной перемотки пленки. Актеры вспоминали, что вареники в кадре были ненастоящими, и сметана тоже, но выглядело блюдо при этом очень аппетитно. Интересно, что в 2001 году на экраны вышел фильм-мюзикл «Вечера на хуторе блестиканьки», который 31 декабря отметит 22-летие с момента премьеры. В ней Потюка играет актер Виктор Степанов. Так вот, никаких вареников современный Потюк не ест, а просто курит трубку и умничает перед Бакулой, Олегом Скрипкой. И нужно сказать, вареников, придуманных Александром Роу, в кадре очень не хватает. Как бы то ни было, но обе версии экранизации «Ночи перед Рождеством», родившиеся с разрывом в более чем 40 лет, по сей день остаются для людей символом этого самого праздника. Дело здесь, прежде всего, удивительной истории, придуманной Николаем Васильевичем Гоголем, перечитывать которого на Рождество и на Новый год стоит взять себе за традицию, как и пересматривать талантливые экранизации его творений. Субтитры создавал DimaTorzok